В Кремле заявляют, что конец так называемой СВО будет и к нему нужно быть готовыми. Даже тренинг с таким названием провела администрация Путина для вице-губернаторов, якобы для формирования образа победы. Как по-вашему, значит ли это, что несмотря на риторику, несмотря на увеличение бюджета на войну, в Кремле готовятся заканчивать войну? Ни в коем случае, никто не готовится. Бюджет будет увеличен всегда. И вот эти тренинги, которые прошли на очень локальной туристической базе, куда собрали некоторое количество заместителей глав администрации, не имеют никакого отношения к политике самого Путина. Это Кириенко, который всё менее и менее фаворит, всё более и более слабая политическая фигура, чтобы хоть чем-то заняться, придумал. А давайте мы в том числе приготовим страну к победе. Сверху такого распоряжения никто не давал. Но это личная инициатива Кириенко и то его незначительные креатуры, где он всё-таки имеет какой-то вес. Но то же самое, как в бане, просто всем раздали свежие веники и сказали, давайте проведём тренинг по употреблению их при помощи кипятка и по спинам друг друга. Сейчас вот новым методом. Это не имеет никакого отношения вообще ни к чему за пределами бани. Но поскольку это так или иначе действие замеченное, приходится его как-то трактовать. За ним не стоит ничего. Война по-прежнему до победного конца. Именно поэтому бюджет будет таким безразмерным. И когда война закончится, бюджет останется. Потому что всё-таки параллельно с тем, как сейчас в войну происходит финальная переориентация промышленности на военной рельсе, к тому же были сделаны некоторые шаги до войны, когда государство забирало бизнесы и отрасли под себя. Путин очень любит развитой социализм. Он очень любит, когда всё вокруг государственное. И государственные холдинги, и государственные концерны, и государственные компании, и государственные заказы. Это всё было до войны. Сейчас, тем более окончательно и бесповоротно, экономика принадлежит государству. Бизнес заканчивается. Сейчас вот Центробанк своей ставкой наконец добьёт, окончает до последних. Кто ещё был как-то в свободном плавании? И когда война закончится, Россия окажется страной как раз развитого социализма, о чём жил, ну при этом жил Брежнев и мечтал Путин. Когда штаны пошить некому, колбаса закончилась, а танки производятся и план перевыполняется. И для этого тем более нужен очень серьёзный бюджет. Есть война, нет войны. Советский Союз был страной войны. Когда ему было совсем уже не богато, он эту войну придумывал сам. То на Афганистан нападёт, то в Анголе что-нибудь такое сделает, то Кубе поможет, то в конце концов может быть каким-нибудь другим отщепенцам, которых всегда в мире достаточно. Ну потому что борьба за мир. И Советский Союз, и нынешняя Россия именно такими и планируются. Есть война с Украиной, нет войны с Украиной, неважно. Танки будут строиться отныне и во веки веков. И паровозы тоже, и самолёты. Ну, космические корабли, да, не особо получаются. Но Советский Союз теперь это страна милитаризованной экономики. Ведь Советский Союз — это сверхдержава. Какая ты сверхдержава, если у тебя Жигули? Смотри на Америку, вот сверхдержава. У тебя что-нибудь равное Кадиллаку есть? Что-нибудь похожее на Форд? Что-нибудь похожее на весь Дженерал Мотрост, на Шевроле? Отродясь такого не водилось. И после этого ты сверхдержава? Да, вот Россия такая, без порток, но в шляпе. Поэтому ядерная дубина будет. Население ест по карточкам. Еда, понедельник, среда, пятница, питание трёхразовое. Перспектив никаких, но военный бюджет будет обеспечен и исполнен. В то же время, если говорить о потерях, которые сейчас понесла Россия, я имею в виду, беру технику, оружие, я говорю конкретно о человеческом потенциале, то, скажем так, племянница Путина проговорилась о том, что только 48 тысяч являются пропавшими без вести. По украинских цифрах, то уже скоро 750 тысяч россиян – это раненые или убитые. То есть те, которые не способны продолжать воевать. Таких потерь Россия не знала, скажем так. И насколько у неё есть ресурсы, я имею в виду человеческие ресурсы. То есть, по-моему, уже выгребли всё, что могли. Россия никогда не заканчивается. К тому же, она и нигде не заканчивается. После Второй мировой войны потери засекречены. Долго топтались вокруг цифры в 20 миллионов и пытались рыдать на дне, понимая, что это враньё. Потом, в конце концов, позволили себе сказать, так уж и быть, 27 миллионов. Генерал Волкогонов перестройку стал заметной фигурой, потому что, пытаясь прорваться в депутаты, пообещал, что первым, что он сделает, получив мандат и доступ к гостайне, он обнародует архивы и расскажет, сколько же на самом деле погибло людей в Великую Отечественную, которая Вторая мировая. Как только стал депутатом, пайком ему рот заткнули, он не сказал. Цифра, которая вырвалась, и Михаил Веллер в своих произведениях как раз вокруг неё очень много интересного добавил, дополнил и конкретики поддержал. И эта цифра как раз по Веллеру. Она от Путина пришла. 58 миллионов. Если посмотреть на, например, Тверскую область. Это рядом с Москвой. Тверская область обезлюдила. Начала в 37-м, закончила в 43-м. И с тех пор не восстановилась. 150 километров от Москвы отъезжаешь, и лес, грибы, и посреди леса стоит старый заброшенный каменный храм. Никогда на Руси в лесу в чаще храмы не строили, тем более каменные. Каменные строили только в очень богатых сёлах. И если этот храм остался, значит, вокруг было богатейшее село. Оно не восстановилось. Там никого не осталось живым. И не только Калининский фронт этому виной, и не только Ржевская битва, о которой тоже страшная тайна. Сколько погибло людей в Ржевской битве, которая никогда не существовала, потому что в официальной истории нет никакой Ржевской битвы. Есть четыре наступательно-оборонительные операции, и есть потери в Википедии в 660 тысяч. И всё. Поэтому в России никто не знает, сколько погибло, но цифра в 58 миллионов, но были и другие цифры, если смотря, как ещё считать, с поправкой на демиографию, она больше. И писатель Виктор Астафьев как раз по этому поводу сказал, Сталин-то всю Россию на войну и истратил. И так она и не возродилась после войны. И эти 58 миллионов, они очень сильно сказались. И Ржевская битва, которая является страшной тайной, потому что под Ржевом, который не освободили, Ржев немцы держали полтора года, и потом оттуда ушли, писав в учебник войны отдельную страницу, как вести орергардные бои и выйти без потерь, бросив целый укреплённый район. И немцы оттуда ушли. И, кстати, немцам Путин поставил памятник в Ржеве. На этом памятнике за подписью Путина написано, что это памятник доблестным защитникам Ржева. А доблестные защитники Ржева — это немцы. Потому что Красная Армия Ржев бросила. И в 1941 году, в октябре, Ржев взял разведывательный полубатальон немецкий под командованием капитана. Потому что Ржев никто не оборонял. Не было там никаких геройских защитников. Потом полтора года Красная Армия клала миллион за миллионом, не преуспела, данные засекретила. Немцы оттуда ушли в марте 1943-го. И после этого появился в 2007-м памятник Путина доблестным защитником. И когда вот по совокупности кто-то пытается на Россию посмотреть, с человеческих позиций, но ведь обезлюдила, но ведь сейчас на убой, но ведь больше же никого, в России никто никогда не считается с потерями. Ни по какому поводу. И она так и не восстановилась, в том числе и демографически, после Второй мировой. Да ну и что? А вот тут по статистике что-то там, типа 147 миллионов, и всего лишь миллион погиб в Украине, так еще 146 осталось. Таких Украин можно себе позволить еще на десятилетия вперед. И на самом деле в России, конечно, нет 147 миллионов. Когда несколько лет тому назад работница ЗАГСа дорвалась до статистики, обнародовала, что в России на самом деле по официальным данным засекреченным меньше 100 миллионов, в 99, ее больше никто не видел и не слышал. Последняя информация о том, что ее вызвали в ФСБ. И больше никто не знает, где она, кто она и куда она девалась. Потому что негоже раскрывать государственные тайны. Но если предположить, что в России порядка 100 миллионов человек, один миллион похоронили в Украине, в 99 все равно осталось. Во Вторую мировую потеряли 58 миллионов. После этого, тем не менее, еще были другие воины и клали опять-таки миллионами, и та же самая Ржевская битва, которая больше, чем Сталинградская. Сталинградская миллион двести, а Ржевская битва в музее Ржева, это цифра, и музей Ржевской битвы, которой никогда не было, его по всю упору не закрыли. А там написано, что 3 миллиона 200 тысяч. Полтора года немцы оборонялись, Красная армия похоронила там 3 миллиона 200 тысяч, от которых все отнекиваются и говорят, не, не, ну что, ну что, никак не вписываются в те самые 20 миллионов. Поэтому Россия никогда не теряется, она никогда не заканчивается, и она, самое главное, никогда не считается с потерями. Сколько бы война не поглотила, всегда будут те, кого Россия охотно принесет в жертву. В Ржевской галерее есть страшная картина художника Рубо. Она посвящена событиям 1803 года. Это война с персами. Конкретный эпизод. Полк казачий, 430 человек личного состава. То есть это даже не полк, это на самом деле полтора батальона. Против них 40 тысяч персидская группировка. У казаков два орудия. Против 40 тысяч 400 человек в Уистейле. Картина называется «Живой мост». В момент боя нужно было сменить позицию орудия. А враг впереди. И появляется естественный эпический герой, которого никогда не существовало, вписанный в Википедию. Даже подробно на магнитофон тогда и на видео записали, что в 1803 году он сказал. То же самое, как политрук Клочков. Великая Россия, отступать некуда позади Москва, которая никогда не говорила этих слов. И тем не менее, они вписаны в историю. И здесь тоже нашелся русский мужик доблестный, который сказал, «Пушка, она мать солдатам, так что ж мы неужели на руках ее не перенесем?» И лег под колеса. И картина называется «Живой мост». Потому что мост из людей. Потому что люди, по одним данным, добровольно легли под колеса, а по другим данным в приказном порядке. И орудия, не выпрягая их из передков, то есть сначала забив на смерть живой мост копытами, а потом задавив колесами орудий, доблестно перетащили на другой берег оврага и продолжили бой, и выстояли. И эту картину мир видит по-разному. В России это кратный подвиг. В России это герои. И в России вот такие отщепенцы, как этот Асланян, вообще бы не родились, если бы не героизм и бескорыстие предков. А весь остальной мир смотрит и говорит, «Эти русские, у них же люди — это доски в заборе. Они же из них мосты строят из людей. И для мира это недопустимо». Поэтому когда кто-то говорит о том, что Россия скоро обезлюдит, потратив весь свой последний ресурс на войну с Украиной, в России это воспринимается совершенно по-другому. «Алкоголики никогда не закончатся на Руси. Заключённые никогда не закончатся на Руси. Подманить длинным рублём, а это же первая коммерческая война, раньше на войну никогда не загоняли рублёк большой зарплатой. Великая Отечественная война, Афганистан, они все были какие угодно, только не коммерческие. Нынешняя война коммерческая. Все пошли подписывать контракт и считать жадно деньги. И эти люди тоже не закончатся. Поэтому Россия по-прежнему будет всегда строить из живых людей мост, переправу, как это было в Комсомольске-на-Амуре, когда он тонул, и живые люди, ребята из МЧС, стали щитом и закрыли собой, став водоразделом, дамбой, чтобы город не затопило. Россия всю жизнь доблестная, человек всю жизнь стоит копейку. Сколько там ещё нужно на Украину потратить? Было 100 миллионов, осталось 99. Хорошо, 98. Хорошо, 97. Территории, которые Путин отобрал у Украины, это порядка 10 миллионов человек. Значит, даже если он на эту войну потратит 9, у него всё равно миллион в прибыли. Пленных, завоёванных, оккупированных, угнанных в рабство, и тем не менее плюс миллион. Так что у него по-прежнему есть выгода, даже потеряв 9 миллионов человек на этой войне. Вот вы заговорили о деньгах, и на самом деле вроде как российские олигархи, они должны считать деньги, которые тратят на эту войну и которые спонсируют Путина. Но российский олигарх Константин Малафеев заявил, что Путин никогда не согласится на мирное предложение Трампа. Кит Келлок уже успел ответить достаточно жёстко, адресовал Малафееву вот такое вот сообщение, сказал, залезь назад в свою коробку и лучше пойми президента Трампа. Вот такая вот публичная, но пока ещё неофициальная коммуникация. О чём она говорит, по-вашему? Это не про деньги, это же каждый выслуживается перед своим хозяином. У Малафеева задача вякнуть снизу, чтобы наверху оценили и дали орден за заслуги перед Отечеством хотя бы четвёртой степени. И каким последствиям это приведёт, никого не волнует, нужно обратить на себя внимание. Там вся свита клокочет, там каждому нужна лычка, звезда, награда, премия. К деньгам это отношение не имеет, потому что у всех деньги выведены давно на Запад. И Америка, если бы она хотела прекращение этой войны, она бы уже арестовала эти активы. Она себе этого ни в коем случае не позволяет. В России нету олигарха, политика, министра, у которого все дети и все деньги не спрятаны на Западе. У любого обязательно есть ВНЖ, у детей обязательно второе гражданство, паспорт, и все деньги спрятаны там. И там же яхты, там же автомобили, там же счета в банках. Америка об этом прекрасно знает. Надо было бы победить Путина и разозлить его свиту, лишив Путина поддержки ее, арестовали бы счета. Ни в коем случае они этого не делают. И деньги все на Западе. А в России они еще остаются. И в Россию и доллар, и евро бесперебойно поступают. И торговлю никто не останавливал. Если на сегодняшний день кому-то нужен новенький Мерседес, так завод Мерседес-Бенц работает. Германия из России ушла, она санкциями обложила Россию, а Мерседес из России не ушел. И завод работает, завод закрытый. Представительства Мерседеса в Москве нет. И дилеров нет, и техподдержки нет. Представительства есть, техподдержка есть, складывается в частями, любой ремонт. И новенький Мерседес 2024 года за 9 миллионов 800 тысяч продается у официального дилера, можно пойти и купить сегодня. Вот конкретно прямо сейчас. Встать и пойти. Тем более, что в России все очень любят работать круглосуточно. И микрочипы, и все остальные компоненты, которые нужны для ракет, для убийства украинцев, для сытой жизни в иностранной одежде, с иностранными драгоценностями, в иностранных часах, с иностранным смартфоном, на иностранном автомобиле, они все поступают в Россию. Ничего не изменилось. Тем более, Путин показал, что он очень платежеспособный и очень надежный партнер. Он по-прежнему платит всем. Именно поэтому с Россией все с таким удовольствием в эту самую войну торгуют. С Украиной не против, но Россия надежнее. Россия сейчас в три конца с большим удовольствием, если что, абсолютно всегда, не отказываясь от своих обязательств, погашает любые. Всегда платит и имеет то, что надо. Нужно убивать украинцев новейшими американскими технологиями, пожалуйста, американские технологии в доступе. Ну, только не говорить, что они американские, если можно, давайте через Саудовскую Аравию или через какие-нибудь Эмираты. И Малафеев, который что-то там такое заявляет, он кричит только Путину, при этом неважно на кого он орёт по ту сторону. Он может, да, снизу Альпина наорать, он может на Трампа накричать. И любой из них может по ту сторону забора в громкий мегафон что-нибудь такое произнести. Потому что важно дораться до самого главного. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова